Итак, мы в Антхольце, в Италии, и здесь стартует этап Кубка мира по биатлону. Впереди шесть гонок, все как обычно, но это тот случай, когда они совсем не главная задача для спортсменов. Чуть больше, чем через две недели стартуют Олимпийские игры в Китае. И соревнования здесь биатлонисты воспринимают исключительно как этап подготовки к самому важному старту в своей жизни. Поэтому кто-то сюда не приехал, кто-то здесь некоторые дистанции будет пропускать. Самое важное это быть в идеальной форме уже там в Китае. Российская команда свой состав на Олимпийские игры объявила и пришла пора поговорить обстоятельно с теми парнями и девушками, которые отправятся защищать честь российской сборной на самый важный старт в их карьере. Что они уже знают про Пекин, как они готовятся к нему, что они хотят получить от этих Олимпийских игр, но и за кого они даже, наверное, будут болеть, потому что у нас ведь будет огромная делегация представлять сборную России. И ключевой момент, чего нам ждать от российских биатлонистов. Ведь у нас туда едет по-настоящему амбициозная и сильная команда. И теперь это будет не просто сборная России, это наша Олимпийская команда. У нас в команде хватает интересных историй. Те же Логинов с Мироновой спокойно могли выступить и на корейских играх. Но мы прекрасно помним, как тогда разворачивались события. МОК сам решал, кто поедет от нашей страны. Конечно, я хотела в 2018 году поехать на Олимпиаду, но там были абсолютно какие-то непонятные ситуации. Я не знаю, была я в списках или меня просто не допустили. Для меня это до сих пор остается загадкой, но это, пожалуй, оставим в прошлом. Поэтому, конечно, иметь олимпийский опыт, скажем, 24 года, это было бы очень круто. Резцова и Цветков летом были от Олимпиады, мягко говоря, очень далеки. Одного никто три года не видел, другая из декрета только вышла. Ну, представь, если тебе вот тогда летом сказали бы, что, слушай, в феврале ты поедешь на Олимпиаду первым номером сборной. Крутик. Ну, я бы поверила легко. Я от скромности не умру, нет. Два года назад я для себя эту цель поставил. И если бы не эта цель, то меня бы здесь точно не было. Я для себя просто знал, что если я все сделаю правильно, как я должен, как положено, выступлю, то тогда, да, и все попадут. После Рупольдинга был объявлен окончательный состав. Естественно, многие понимали, что, скорее всего, окажутся в списке. Но в тот момент можно было облегченно выдохнуть. Пока еще сложно осознать. Ну, даже вот мы с Валерией Воснецовой, когда объявили составы, я говорю, ты представляешь, мы на Олимпиаду с тобой едем. Она такая, я, говорит, пока не осознаю, я говорю, я тоже. Все, что больше меня волнует, ну, больше всего, то есть беспокоит, это, конечно же, тесты, то, что, ну, не дай бог, где-то ты получишь положительный тест, и все. Ну, у тебя как-то внутри пришло осознание, что все, это Олимпиада 100% будет? М-м-м, нет, нет. По поводу вообще Олимпиады в целом или по поводу себя на Олимпиаде? Нет, я думаю, по поводу Олимпиады в целом, ну, я думаю, тут, наверное, взаимосвязь и того, и того. Мы верим, что все будет нормально. А пока же у спортсменов на повестке дня приятные хлопоты. Мы 25-го летим в Москву, там останавливаемся вместе, так сказать, под куполом, где все будут находиться в одном месте с тестами. И 26-го мы экипируемся и летим на Олимпиаду. Ты уже видела, какую экипировку он будет выдавать, какая форма будет олимпийская? Да, я частично видела, и там, по-моему, все очень стильно. Блин, ну, есть прикольные прям вещи. Ну, типа, не знаю, вот, кстати, что касается, чем отличается Олимпиада от чемпионатов мира или еще каких-то соревнований, это всегда такой официал, типа, ты прям стильным становишься резко. Реально, тебе выдают экипировку, и ты такой, я на показ мод уже могу ехать. Я не смотрел, не изучал этот вопрос. Ну, мне неинтересно, если честно. Я изучал ту экипировку, которая была для меня беговая. Ну, слава богу, что это будет та же самая экипировка от того же производителя, именно то, что беговое, то, что мне важно. Впереди три недели в Китае. Разница во времени с Москвой пять часов, с Европой семь. Нужно привыкать. Равно как и к быту, о котором пока мало кто что знает. Я про Пекин, на самом деле, ничего не знаю. Ну, типа, нам скинули карту олимпийских объектов. Ну, как карту? Там просто натыкано всяких объектов. И, типа, наше перемещение между ними на каких-то поездах. Посмотрела, как будет выглядеть олимпийская деревня, как будут выглядеть номера, в которых вы будете жить. Там кровати, которая у них там меняется, наклон спинки, там все такое суперсовременное. Нет, я этого ничего не видела, но вот вы мне сейчас рассказали, и это круто. Все как обычно, не знаю, обычные комнаты, все. Семьсот блюд, как там написали. Серохоза сказал, надо будет попробовать все. Насколько могу судить по остальным олимпийским играм, да, то есть с ребятами удалось поговорить, что кухня многонациональная, и в том числе европейская, к которой мы привыкли. Мы можем перемещаться с объекта на объект, с нашей аккредитацией. Там есть кафе, какие-то магазинчики еще. Ну, в принципе, там как закрытый город, и в нем можно передвигаться, коммуницировать с остальными, ну, в рамках ковидных правил. Типа, я думаю, что ковидные ограничения не дадут нам не выйти куда-то с кем-то, познакомиться или пообщаться, просто будем по комнатам сидеть, кушать, на тренировку есть. Я так себе это представляю, потому что, ну, насколько мне сказали, как относятся там, ну, когда наш сервис ездил, и пожили там в гостиницах, там, походили в столовую, там, после каждого человека опрыскивают там ручку двери и так далее. Но эти ограничения не должны влиять на спортсменов. Поверьте, у них и без этого стресса хватает. Да и игры все-таки нужно прожить на полную. Церемония открытия, например, пройдет за день до смешанной эстафеты. То есть кому-то можно исходить. Ну, это еще большой праздник. Люди готовят это специально для спортсменов. Очень большая команда работает над этим. Можно смотреть на это все, восхищаться и не расплескивать много эмоций при этом. То есть быть сконцентрированным на своей работе. Но я считаю, что все-таки, наверное, хотелось бы это увидеть. Это красиво. Кстати, в Токио пускали спортсменов на трибуны в других видах спорта. А куда бы сходили биатлонисты в Пекине? Я с удовольствием бы посмотрел какие-либо соревнования. Я не говорю, что именно какие конкретные. Нет, я думаю, что на какие была бы возможность, на такие пришел бы, посмотрел. Ну, на хоккей бы хотелось. На хоккей? Ну, да. Здесь других видов спорта, наверное, так. Я знаком только с лыжниками. И, само собой, я буду за них болеть. Горный лыжи и сноуборд бы еще съездил. А ты знаешь кого-нибудь из сноубордистов? Какая-то совсем юная сноубордистка есть. Софья Надышина. Да, она с помню, с Камчатки. С Сахалина. Здесь Сахалина, да. В 17 лет Кубок мира, по-моему, чуть не выиграл, она второй стала. Слышал о ней, то, что она там выигрывала, все феерило. Но это очень круто. Даже бы сходил посмотреть на них. Ну, как минимум сейчас у нас очень сильная команда в фигурном катании. В Алиево там очень... Я знаю, сколько знаю, парень в одиночном мужском катании. Сейчас очень сильно начал выступать. У нас есть президенты в танцах. Ты Анну Щербакову от Камилы Валиевой отличишь? В смысле, ей на лицо? Ну да. Ты знаешь, как они выглядят? Нет. Это нормально. Но на Олимпиаде, поверьте, все всех узнают. Несколько дней на играх – это ни на что не похожий опыт. Когда повсюду вокруг кольца и напоминание о том, где ты. А еще чувство, что на тебя смотрит весь мир. Справиться с этими ощущениями бывает непросто. Но и закрываться от этого вряд ли стоит. Я точно не боюсь, что это будет накрывать. В принципе, хочется, наоборот же, круто приехать и это все ощутить на себе и справиться с этим. Я не знаю, как я среагирую, но по ощущениям я еду туда кайфовать. Я планирую по максимуму вообще взять все от Олимпиады и постараться, конечно, побиться за медали и получить удовольствие вообще от атмосферы, от всего. Потому что это все-таки большой праздник. Но даже если получится справиться с нервами, нужно будет потом еще разобраться с местным стадионом. Все ведь будут там соревноваться впервые. Сервис-группа нашей биатлонной сборной слетала в Пекин, изучила трассу и сняла видео круг по дистанции. Некоторые биатлонисты посмотрели этот ролик уже несколько раз. Ну ты же видишь на видео, какая рельеф, какая местность, что горы без снега лежат, снег только на трассе. То есть стадион ты видишь, как он выглядит, как выглядит стрельбище, что будет за стрельбищем. То есть вот эти все моменты, которые важны для нас. Подход на рубеж достаточно такой интересный. Ты сначала спускаешься с небольшого спуска, потом идет подъем крутой. Стрельбище находится внизу, а ты идешь поверху, вдоль идет, ну не знаю, стеклянный забор, будем говорить. Ты идешь вдоль этого забора всю равнину, и потом у тебя разворот на 180 градусов и спуск, выкат на стрельбище. Ну то есть очень такой... Ну это сложно. Да, это сложный подход. Ну я жду там бешеный ветер. Интересно посмотреть, то есть порывы там постоянные или нет. То есть может там где-то будет на самом деле играть везение, или если, допустим, постоянный будет ветер, то тут уже, конечно, чистое мастерство. Не знаю, насколько он там дичайше будет, но ветер мы летом работали, и на вкатывание, и сейчас в Болгарии ветер работали. В принципе, получалось справляться. Конечно, будет сложно. Там ждет нас очень серьезный ветер, и, возможно, даже серьезные минуса. Чего не хочешь больше, ветра или мороза? Ну если будет ветер с морозом, это вообще... Как можно сказать, приплыв. Но надеюсь, что не будет ни того, ни другого, но настраиваемся на самые худшие исходы именно в погоде. На самом деле круто приезжать в то место, где ни разу не было. Новая трасса, там ты какие-то моменты изучаешь. Но все в новых, одинаковых условиях. Ну да, мне кажется, это самое главное, что для всех она будет новая. Ну кроме китайцев. Как думаешь? Ну, ты думаешь, они там слабо выступят? Не знаю. Фан Минчен в десятку уже практически забегает. Ну он сильный, да, парень. Мне кажется, он на Олимпиаде удивит всех. Ну, если посмотреть на Олимпийские предыдущие игры, то можно почти в каждой гонке найти спортсмена, который в сезоне, грубо говоря, не претендовал на эту медаль. То есть на Олимпийские игры всегда преподносят какие-то сюрпризы. Ты бы что хотела пробежать на Олимпиаде? Ну, стандартно это связка спринг-пассют, эстафета и мастарт. То есть ты в мастарт попадаешь по итогам предыдущих гонок, да? Ну, да. Мы едем не просто так, что сборная России едет на Олимпиаду, да? Мы хотим все-таки бороться и показывать как минимум лучшие результаты для себя. Ты как себя ощущаешь вот в преддверии этих игр, что ты едешь туда? Заигрывать? Ну, в смысле, что за... Я для чего туда еду-то? Для чего каждый человек едет на Олимпиаду? Ну, типа, не потусить, нет. Мы проходим огромный долгий путь, чтобы туда поехать. И, ну, блин, сказать, что я еду туда, ну, пробежать... Нет, да, я буду кайфовать 100% каждый день, от каждой гонки, от каждой тренировки. И никогда не была в Китае, и даже просто... Просто находиться там будет кайфово, но при этом цель-то у меня, естественно, золотая медаль. Брос, прикинь, Ирина Казакевича олимпийская чемпионка. Офигенно же. Да, хорошо звучит. Ну, я думаю, что в женской эстафетной команде нас не считают фамоверитами именно в борьбе за Солото. Я думаю, что это чудо должно произойти с нашей командой. По крайней мере, я в это верю. Идеальный финал Олимпиады для тебя? Ну, наверное, так сказать, со звоном уехать оттуда. Слышишь тебя знаменосцем сделать на закрытие? Не хочу загадывать ничего, тем более так далеко. Я был честен самим с собой и отдавался полностью к этой подготовке, к этой Олимпиаде. Я надеюсь, что я смогу показать результат тот, на который я готов, и не будет мне за него стыдно. Мы будем стараться изо всех сил бороться до последнего и завоевывать медали. Я бы хотела сказать, чтобы несмотря ни на что наши болельщики верили в нас, поддерживали. Мы в любом случае сделаем все, что в наших силах, чтобы порадовать всех. Мы будем делать абсолютно все, на что мы способны. Будем делать больше, чем мы можем. Честно, я надеюсь, что мы вас будем радовать, и мы туда поедем, очень сильно будем стараться. Спасибо вам. Спасибо вам большое, и смотрите нас на Олимпиаде. Субтитры создавал DimaTorzok